Сколько еще раз? 3.47? Да, 3.47. Так, готов. Вообще, что мы видим? Мы видим, что Хэппи просто течится в Т2 без пауков с голом ДК. Так. Это пока что все, что нам нужно знать. Следующий таймер. Это еще не смешно. Это радостно. Подожди. Серьезно? Ты в Warcraft давно играл? Да, да, да. Короче, следующий таймер. 7.05. Я сейчас сразу скажу, что пошла аналитика. Так, да, да, да. Готов. Я на 7.05. Что за бред, говорит Папуас? Ты бред. Понял? Внимательно слушай нормального скиллова. Забыл добавить слово пес. Пес. Поехали. Я на 7.05. А дальше на 7.05 Хэппи с тремя пауками оказывает Т3. Ты понимаешь, что это такой бред? Это, короче, у него на карте ничего нет. У него есть ДК и 3 паука. Ты давно стримы с Хэппи смотришь? Это же стандарт. А я... Нет. Стандарт здесь не то. Стандарт у него такой. У него стандарт против того же кэша. Я смотрел достаточно много. Молодец какой. Вообще так и чего? Я старался. Я старался. Я очень старался. Молодец. Спасибо большое. Ты чем больше меня будешь валить, тем больше мне будет приятно. Корреляция между двумя и тремя. Она прямая. В общем, смысл в том, что Хэппи обычно средненько получал... Ну, как средненько. Можно, да, Варкрафт с такими... Да, можно. Средне быстро получал Т3, получал трех героев, арбу приходил и убивал. Так. Спустя 3 месяца кэш понял, что здесь что-то не так. Начал добавлять спиритволкеров и игра уже затягивалась не на 10 минут, а где-то на 12 с половиной. Это прогресс против императора, на самом деле. Да, да, да. Я, с твоего позволения, буду еще греночки есть и тебя слушать. Хорошо? Да. В общем, смысл в том, что здесь Хэппи сказал, что все вообще, мне насрать на все. Вот этот вот Лин, это даже не кэш. Это как бы вообще, я его не считаю за игрока. И давай-ка я с тремя пауками прямо в Т3. И мало того, что я прямо в Т3, я Т3 закажу до всего. То есть у него даже личный заказан. У него просто 3 паука и то это на самом деле 2 с половиной паука, судя по Хэппи этих пауков. В общем, смысл в том, что он получает Т3. Так. И вроде бы, по твоим комментариям, по комментариях всех, Лин, вот эти вот, сколько там получается до Т3 минут 10, игра шла? Нет, наверное, поменьше, 8. Он Хэппи шатал валял просто как, я даже не знаю кого. Там столько без шансов. Особенно в первой битве. А первая битва, я выписал этот тайминг, первая такая основная битва, это 11-10. Так, я перематываю, секундочку. Да, да, да. Ты смотри только гренками, не заляпывай жирненькими пальцами. Да, да, да. Я стараюсь. Не приятно. Не сложно, не просто, но я стараюсь. Да. В общем, 11-10. Ты можешь потихоньку включать, включай. Без звука давай, чтобы там звук. Я смотрю, я смотрю. В общем, он бежит, он видит, подходит первая банша. Вот здесь вот, ну, паука-сеточка, можем запаузить. Здесь какие мысли появляются? У кэша, у кэша спустя 3 месяца вот этого тотального невыигрывания у Хэппи появилась мысль. Если я вижу баншу, надо как-то реагировать по-другому. Не ставить экспант, не пытаться наклепать 120 зубочистовок, которые вот этими зубочистами швырятся. А поставлю-ка я спиритволкеров. И вот эти спиритволкеры, которые появляются минуты через полторы, через две, позволяли ему как раз потом минутки 2-3 лишних пожить. Давай, включаем, смотрим, что делает Лин. Я тебе скажу, что надо запаузить. Когда надо будет запаузить? Хорошо, хорошо. Вот он здесь, Лин начинает вырезать первую табуретку. Вот подходят три гранта, табуретка падает. Ты говоришь, что паук роднул. На самом деле здесь стандартно все. Паузим. Вот паузим сейчас. Лин вроде видит, что у меня вроде в битве все неплохо. Ты за Хэппи играешь, да? А, нет, за Лина. Ты про себя говоришь. Я как Орд не могу за Андеда. Вроде у нас все хорошо. Мы на базе Андеда, у СХ нету маны, Турен первого левела. Ну и в принципе, что надо делать? Без понятия. Ну, валите отсюда к чертовой бабушке. Ну вот, я бы тоже так думал, но Лин, он из другой породы людей. Видишь, наверху у него 400 голда и 400 леса. Во время очень важной битвы просто абсолютно необходимо ставить экспант. Вот сейчас мы тыкаем плей. Так. И видим, что Лин как раз этим и займется. Вот у нас 400 есть. А, вот красная точка даже так. Красная точка. У СХ маны нету, но в принципе рейдер падает. Маны нету, но рейдер падает. То есть все как бы нормально. Причем мы еще на базе Андеда и я не знаю, как вообще отсюда. Ну вот, Лин как-то убежит. Хорошо. В общем, что надо было делать? И что делать в такие моменты кэш? И вообще, что на карте творится? Казалось бы, что Лин здесь нашатал, навалял в очередной раз, пятый раз подряд в этой игре хэппи. А по сути дела, нифига подобного. Хэппи, вот ради этого момента, чтобы получить трех героев, кучу дебафа на арховскую армию. То есть это Курса, это Фост Нова, это от Асгалора, Низмадана, вот этого жирного круголя. Он свои шарики вешает, и у всех становится меньше дамаги. То есть это столько дебафа на арховскую армию. И ради этого он как бы говорил, давай ты меня будешь шатать, валять пять раз, десять раз, но главное, как бы не вынеси все мои здания, чтобы у меня не появилась табличка, вы проиграли. Пока у этой таблички нет, если я выйду вот в этих трех героев, во все вот это вот, здесь будет ничего не сделать. Ты ставишь экспант, ты получаешь на десять, на пятнадцать больше лимит, причем такого технологичного, вот этих вот троллей, которые своими зубочистыми... А зачем они нужны? Они единственные, кто нормально доносит дамаг, потому что выносят три банши, они вешают курсу на Бэйдмастера, Бэйдмастер опять же смотрит, кто-то, кого-то, какой Бэйдмастер вешает в него курс нову, а на всех этих троллей ты не перевешаешь курсу, то есть их получается очень много, а у тебя всего лишь там две-три банши получается главным уражением. И все равно даже их дамага не хватает, чтобы получить какой-то супер. преимуществом. Ну, в общем, кэш бы в этот момент ставил лодж, и сейчас мы можем перематывать на самую-самую финалку, но это где-то, сейчас ты скажу, где это, 14. Давай даже чуть подальше, чтобы... Ну, то есть, представь себе сейчас, вот в этот момент, в этот момент ты отступаешь, ты Бэйдмастером оставишься рядом с базой Андеда. Какой тайминг? Какой тайминг? А пока что 11.10. 11.10, я тебе говорю о том, что нужно было сделать. Нужно было не думать о том, что ты впереди планеты все, ни херя ты не впереди. И Лин почему-то этого не понимает, хотя, на самом деле, я это понял, наверное, сразу с третьего просмотра. Ну, где мы, и где Лин, в конце концов. И, в общем, по сути дела, надо было Бэйдмастером оставаться смотреть, что делает Андед, туэрн бежать крипится, а с их бой, вместо того, чтобы ставить долгий экспанд, бежать на базу и пить шкатулку. Одновременно с этим ставил лодж. И когда у нас получается финальная битва, это 14.48, ты можешь перемотать и просто запаузить. Готово. У Лина только-только достраивается экспанд, у него на 4 больше лимита, и при этом технологичность армии он проигрывает просто абсолютно. То есть у него там столько дебафов на нем висит. А теперь представь, что у тебя примерно такой же был бы лимит. Пару спиритволкеров 300 в ряду. Да, вот эти вот два спиритволкера, они бы решили просто все. Они бы... Ну вот, при этом не решили бы они все. Кэш получает? Кэш получает? Нет, просто я смотрю игры кэша, и кэш получает этих два спиритволкеров, а потом хэппи чудесным образом, я не знаю, как он это делает, он это расконтроливает так, что ничего не сделает. И кажется со стороны, что это просто какое-то избиение. Хотя, я думаю, что линд все-таки уровнем контроля он повыше, чем хэппи, и он, наверное, наверное... Кэш или кэша? Кэша, кэша. Кэша, хорошо. Я уже думал, ты в ересь пошел к стей. Нет, 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 ава император. Я понимаю, что меня сейчас забросают, если я скажу, что хоть кто-то контролит лучше, чем хэппи. Ну ты видел, как он контролит? Ты же видел, как он контролит. Да, слушай, честно говоря, мне это напомнило наши лучшие с тобой годы. Наверное, вот пример... Давай, давай, давай так, давай так. Он не лучше контроля, ну в смысле, мы не лучше, а он не хуже, чем мы. Давай так, будем дипломатичны. Он просто не хуже. Это очень сложно сравнивать, потому что 10 лет разницы нам дает вариатив... Конечно, конечно. Мы можем спекулировать по полной программе. Согласен, точно не хуже. А представь себе, 10 лет мы бы тренировались. Просто забили бы на все вообще. Холодильник и микроконтроль. Все, два наших источника силы. Ну и потом бы показали. Особенно вдвоем против одного. Вообще бы дешевле. Ну вот. И эти спектуры, они очень много здесь могли решить. А еще стоит отметить, что Хэппи умеет контролить большие армии, разноплановые армии. Есть большая разница контролить 18 талонов? Ну, согласен, ладно. Или контролить трех пауков, двух бандшей, три табуретки прокликивать, успевать с дестройерами снимать. В общем, это большая разница. И Хэппи это безумно классно. Вот здесь я бы хотел посмотреть на Лина, который сделает выводы из этого всего. И если он все-таки пройдет, а вчерашние игры Лины это вторая игра, это что это вообще такое было? Я стою, я смотрю, я прощаюсь уже с Лином. Здравствуй, у тебя два героя, там 52 арчи. Но, но, бывает в мире счастье, Лин подвез, но лопать у меня. Слушай, а ты в Reforge-то будешь играть? Чем ты занимаешься? Вообще не будешь в киберспорте? Да нет, я смотрю, но играть, играть не я не играю. Я уже старенький, я так. Выйду во двор, посмотрю, как баскетбол играет, расскажу о том, что Warcraft это круто, ребят меня поймут, пожалеют, отправят домой. Так, мы можем включить...